Я вас приветствую, дорогие друзья, дорогие любители и поклонники General Zero Hour, а также модов на General Zero Hour на ваших экранах. General's Continue, да, тот самый мод, который совсем недавно на моем канале не то чтобы обозревался, но делал я делал летсплейчик за огненного генерала китайского. Вот, сейчас по вашим запросам мы здесь с целой компанией собрались, чтобы по сети поиграть, проверить как она будет играться, но и устроить интересные, в том числе и морские баталии. Тут Драк Антон, Стас, Стас и Халбибан Рустам. Всем привет. Приветствую. По очереди давайте, по очереди. Халбибан Репортинг. Стасся на связи. Драк тут. Драк тут, ну и все, мы сейчас, значит, устроим, ребят, американско-китайскую войну, все это получилось немножко, как говорится, суматохами, потому что я дурачок, ну пацаны поняли, да, почему я дурачок, у всех была версия 2.02, у меня 2.01, я с таким умным видом, блин, почему я синхрон, автор, ты еще дурак, оказалось, что это я дурак, и не обновил, короче, версию мода. Вот, и сейчас должно быть все нормально, именно батл, друзья, по сети, да, как вы реально в комментариях, прям много кто спамил, давай по сети, блярыч, давайте, давай то. Мы пока не затрагиваем гла, гла насладенькая, поэтому сейчас буду играть за Super Weapon Generals в команде с Халбибаном, который сыграет за Landforce Generals, то есть это наземные американские войска, ну, американец танк, грубо говоря. И против ребят взял Драк, Чайна, Командер и Инчеев, главнокомандующий китайский, да, да, и Нюк, Джейнералс, ядерный будет стаз. Сразу говорю, ребята, если вы захотите поиграть, нужно играть на определенных картах, если хотите флотом пользоваться, потому что флот здесь закреплен именно скриптами. Вот, то есть 4 или 3 карты всего тут есть, то есть если вы пойдете стандартно, какие-нибудь карты играть, где есть небольшие лужайки с озерами, оно работать там не будет, там, остров чемпионат или что-то такое. То есть автор мода создал именно карты, на которых нужно играть флотом. Ну что, ребят, давайте-то по разным группам и погнали. Давайте, удачи вам. Удачи, вам тоже удачи, да. Хорошей игры, вот, и побыстрее слиться нафиг. Так, ладно, ну что, погнали, Рустам, стартуем. Всегда готов, отправляй. Почему у нас именно выбор такие, генерала? Во-первых, я хотел просто вам показать, американцы, американский флот. Но так как есть тут небольшие все-таки изменения, да, например, у американца, у танка нету авианосца. Но у него есть там прикольный, например, танк-оверлорд, только американский, да, представьте себе. Поэтому мы решили так вот роли распределить. Я сыграю за СВГ, здесь аж 3 супероружия. Такой намек на мод контру, где их там штук 5, наверное, было, или 4. Ну, в контре вот как раз-таки 4. Да, там это с орудия про там было, такая штука. Ну, там еще прошка есть, но это на уровне анти-супероружия. Ну что, будем сейчас флот ставить. Мы не будем по тонке, у нас сейчас мод континьон. Опа, уже пошли разговорчики. Это уже Стас с нами решил разговорить, где я ничего со сверком. Ответим, блин. Ну, началось. Переговорчики пошли. Ребята, внимание. Сейчас я, наверное, где-то там буду флот ставить. Так, ну, из особенностей генерал-скопных войск могу что сказать. Во-первых, нет радара со старта. То есть у меня нужно его делать в командном центре, как у китайцев. Добыча у меня идет в той же супол-траке. Супол-траке, да. Надо заметить. И что еще? Аврора у меня только в повышении. Аврора, только в пошлих. Ну, такие вот нюансы. Так. А, по поводу мышки, ребят, мышку поставил медленнее, чтобы у вас не было головокружение, там и так далее. Я что, думаю, тут... Давай туда средний суплай как-то разберем. Ну, вот видишь, там есть ли выгонутый такой. Я выдал это беру, потому что я с ВГ попробовал как-то там защитить ничего, что-то сделать. А ты бери туда тыльный, который. Так, сопол-центр. Я, кстати, вам, ребят, за Китая вчера такую фишку не показал, но я не знал. Вот вышла такая тема. Она, как бы, в плен берет пехоту. Реально очень гарно выглядит. Постараемся сегодня мне такое показать. Ну, я думаю, что да. Уникальная. Еще увидим такую уникальную тему. Так, все, флот начинаем. Я думаю, что еще... Я, наверное, в две флотилии пойду сразу со старта. Все готово. Как будешь, замучить их сразу авиками или не замучить их авиками? Ну, да, авик, чтобы дожить надо, они же еще медленные. Стратегическая цена. А там есть апгрейд на авик, короче. Да, ядерные двигатели. Да. И она будет быстрее. Что, все, вот сюда тоже. Два флотчика. Так, так. Ну, я тут чисто ничего такого сверхмощного по оборонке нет у американцев. Все стандартно. Просто мы же баттлы пошли. Кому-то, со стройками занимаемся. Резкие ребята. И вышки, кстати, бери. Да, это не успею. А что, ты можешь в львом месте, а? Интересная такая фича. У меня королевские здесь идут. Как они? Крусейдеры? Ага, установцы. У меня у них есть ракетные установки, может. А ты уже апгрейд сделал, я вижу. Да, я сделанных обрывников и ракетных. Так. Ну, что, у нас у меня уже появилась лодская тема вся эта. Давай в Миссури построю. Это же линкор американский получается. Да. Такой есть подводные лодки. Наводный оверлорд. Да, наводный. Ну, он, кстати, а если взять вот в начале вырезку из игры, это он не он, когда вот ролик. И, смотри, там это опять пехота идет. Дай им пехотинца, пускай в рамку свою возьму. Да я лучше потом овоке переделал. Разлетелось так просто. Ага. Так, ну что у меня тут? Я буду ставку делать на флот. Вот, мучить драга. Сейчас я накоплю только флот. Надо накопить-то противовоздушная тема. Вот, то есть этот кораблик, он и так пуляет, и еще как... А, нет, вот этот противовоздушный. Не ошибаюсь, да. Нужен стратегический центр. Отстрою сейчас я, отстрою. У вас там уже замес пошел? Да, на меня, я вижу, статус поедал. Ага. Стратегически не идешь еще? Пока нет. Мне нужно вот пачку такую защиты. А, ну, смотри, там БМов. Ну, если что, надо тебе как-то что-то где-то помочь? Ну, если что, да. Мне нечем. Ты во флот не пошел, кстати. Я все-таки больше ставку на наземные. Я же идеал наземных. Ну, да, да, тебе надо. А он, он, кстати, тоже, что ты, он... Вот сейчас разведуем, кстати, что у него. А у него есть флот, слышь? Смотри, что, тебе все равно нужен флот, потому что если он будет заходить с этой, то тебе будет очень плохо. У тебя вот очень плохо все будет заходить там где-то сбоку. С флотом, собственно. А там же артиллерия пойдет. Я могу, знаешь, что сделать? Я могу сделать флот и тебе туда свой отправить. Да я сейчас просто под лодкой что-то поделаю. Ну, я на всякий случай к тебе отправляю. Так, а у американца тоже есть такие же типы, которые в плен берут? Да, это вот лагерь. И там выйдет такой. Так, стратег у меня почти готов. Я хочу сейчас показать авианосец людям. Ну, мне кажется, авианосец такая вообще тут штука и жесткая. Ну, вот, к честному быть, я думаю, что мне кажется, что у американца посильнее все-таки. Но американцы здесь самый сильный флот. То есть, да, он прям это. Сейчас не знаю, там драк, что у нас памяти на спамят. Можно разведку расходить, кстати. Под водными лодками, они увидимые. Как светануть надо, да, тут сам и светануть надо. У него тут new cannon уже есть. Посмотри, пошел он тебя. Где там твои оверлорды уже? Я вот уже достроил. Так, я открываю карту. Драка там не особо уходом за стройкой. Так, я думаю, что мне надо идти и тебе помогать. Дозер отправлю один. А, так, слушай, тебе сейчас флотом помогать начну. Я же у тебя флотилен. Он именили стопки. Пехоту спам, что, походу, не спамишь. А у меня казармы нет. А почему? Так, мне еще нужно... Там он вышел, вышел, каладин. Вот он оверлорд, американский спаситель, давай. О, у тебя там еще и справились, ребята. Вот так выглядит оверлорд. У меня очень мощный. А что у него за глаз такой? А это, в общем-то, у паладина же изначально есть... Ну, этот... Лайзер защитный. Ну, здесь он, короче, усилен. Слушай, тут свг-лимит на этот... На авианосец. Он только один. Только один авик нужно строить. Вот в чем-то уже особенность. Так, ну, слушай, ядерный оверлорд казался сильнее... Американского? Ну, да. Он тебя перебил, смотрю. Ну, сейчас я тебе помогу. Он, боже, здесь лотос поставила бомбочку на моё здание. А номинирует лотос? Да, у него, походу, какой-то бомбочкой. Двигай себе. Радар давай делай. Слушай, мне что-то надо начать поддавливать шуль этих. Это, может, что, по-моему, пошел это. Типа двинулся им помогать, я не знаю, как это надо. Он еще с флотом, попробуйте помогать, я там у тебя сейчас размещу. Так, ну что, смотрим, авианосец, бьем, подводными лодками прикрываем. Смотри, что буду залетать, ребята. Суплай буду бить. Ой, там Киров. Слушай, а, а, вот полетели. Там Киров. Вот так вот они бомбят, интересно. Суплай не уносит по сей миссии. Так. Киров, это опасненькая тема. Вот эти вот они, как, прочего это. Ну что, я флотом пошел, драгу туда поддавать. У меня уже тамагавка шторм. Так, я у тебя строю там флот. Пошел, да, Киров. Ой, там и подводочки пошли. Подводочки надо бить. Обнаружена ядерная шахта. Медицин. Все, пошли мои работы. Так, я нашел, наконец, его лодки. Нигде ядерки, слышишь? Да, Эви. Потушили мой авик. Вот у меня воздушная пошла тема бить. Но у него очень бронированный. Ох, нифигасе, у него эти красногвардейские, да ядерки гранатами стреляют. Жестко, так, давай сейчас, да я. Тоже, Хаймер вообще на раз. Так, я сейчас тебе помогу, у меня миссури будет выходить на помощь. Там в нюканонте атакуют. Ой, ой, ой. Ну, слабый ПВО, конечно, у этих сторон здесь. У флота. Ну, может, я и правильно делал. Сейчас посмотрим, погоди. Это все должны ПВО, Чего? А, они будут посильнее ПВО, Чего? Так, мои дохлые миссури отходят. Все, я тебе иду помогать. Давай. Своими миссури. Надо было, конечно, авик у тебя, наверное, даже вызвать. Попробуем так, ладно. Так, с завода тебе еще могу комплексы артиллерийский подослать. Так, что-то у нас повышение уже типа пошло. Тут он обкакался. Все, ух. Нифига, у него какие жесткие воздух. Ну-ка, я сейчас скажу, что он в рот. Атакует стаж уже активно флотом. Атакует флот, да, у тебя флот, да. У тебя флот, родная, ты ядер. Я уже строю. Поздно, поздно, ты строишь. Так. А вот под лодочкой. Пошли. Смотри, их тоже. Тоже эми флот. Ну, воздух, конечно, очень. Надо воздух, слышишь, чтобы... Безусловно. Международный дорогущий будет, как у его танкового генерала. Ну, понятно, ну, так надо ссор, ну... Что-то как-то, видишь, он. Ну, я... Пытаюсь вот отвлечь в миссури. У меня, кстати, вообще броня очень хорошая в миссури. Я даю им немного розыгрыша, все хорошо. Так, ну, воздух нормальный, заблает. Ай, лотос. Ой, ну, меня на земка напала, я только сейчас это увидел. Какие-то эти редгарды вообще им байки. Шо? Потому что вот эти вот гранаты, подсвоенные, они вот даже оверлоты бывают. Сейчас буду пытаться авиком еще как-то что-то здесь наводить тут. Мы уже в пути. Готовимся к вылету. Одно из наших зданий захвачено. Вон, эти работают. Чё, не гуляют? А вот такие... Во, пошел лавик работать здесь. Жесть. А что, остается? Так, у меня есть повышение. А, здесь я двойную валюю. Селег таргет. Так, ну я вот Каманч здесь выпустил. Он обосрался, отходим. Где-то мы поднимем немножко помоем. Нормальный, я уже отбился. Так, сейчас это да. У меня по воздуху не особо что-то прям. Давай, к тебе пару Каманч отправлю. Киров пошел. Сранец. У него есть вегатники, так что. Эй, меня что, стратегически отняли? Жестно. Чё, сделаю быстро-тратегик. Минус Киров, ура. Тут же здесь настолько фанат... Ой, автор фанат тоже здесь даже звуки стрельбы пехоты. Они взяты, наверное. Жёстко. Так, ну ты у тебя вообще офигеть проблемы, если ты жёсткий. Перемещайся ко мне на базу. Угорать на домой, Стас. Работай флотом-то поактивней. Ну я вот строю подлодочки, потому что у него там есть силы, небось. Там водная хрень такая офигеть. Так, давай сейчас танки хоть к тебе под нас пауну еще. У меня, короче, как вместитель действует в корабле. Отбивая с Кашини лучом. Ой, повышение. На авик? Нет. Стратег-центр. Ну, у ядера прям, ну, флот очень. Блин, это только... Помогай так, кто сразу на меня это. У ядера здесь... Вот и вот... Дредноуты, они ядерными ракетами шмарят. Да, очень можно. Ну вот так сделаю. Сам себе помогут, как говорится. Слушай, ну я вот тут поджал. Чуть-чуть. Так, знаешь. А! А че мне так воздух плохо упит? Шикарно. О, еще ковровка сюда союзная у него пошла от стаза. Ух ты. Ну слушай, и авианосец держит, он прям вообще. Авианосец тащит вообще жестко. Так, не у экиров летит на его авианосец. Блин, у тебя там поджали совсем жестко. У стаза в прям вообще дикий спам, здесь ядерный. Отходи. Более-минус авиак. У меня уже бабок нету, слушай, я все собрал. Вторички не осталось, прикинь. Ужасно. А это вот теперь ядерные привычки. У меня бабок совсем нету. Все, ядерки пошли. Ой-ой-ой-ой-ой. О, щет, все помнили. Я потерял камни. Здесь уже стаза нас спамил. Скорей, быстро идти. Гарды. Каснагладийцы сносят танки. Это просто ужас. Ну, он нюкан, наверное. О, смотри, смотри, приход отдаётся. Я приехал тем грузовичком. Слушай, у Драга проблемы. Ну, чё-то он очень быстро отлетел. Ну, лодки быстро крошатся от Миссури. Повышение, так, у меня уже пятый ранг. Тебе помочь? Ну, да, можешь вот по этой пачке толпануть. Ща толпану. Хотели эти пехоты на самом деле не меч приплём? Ты принял. Я сейчас туда всё, фига, фига, чё. А, у меня её уже пушит. А, у тебя не меньше проблем. Но у меня дозера нет. Ну, мы без командников с тобой. Американец, братья, застались. Ой-ой-ой. Дозер, нифига. Блин, ну ты, если бы ты там всё-таки во флот пошёл? Нафиг, то он... Не Сури, они же вообще-то... Да я бы, может быть... Мне драга получил без сажать. А вот, потому что... Здесь в сады были и ядерные оверлорды, которые сильнее моих в мире. Ну, я понимаю, просто видишь, я же... Блин, у тебя пришлось помогать. Так бы я полностью на драга сконцентрировался. Может, свалил бы его так. Я вот поддавливаю даже нашу супплайт, там, убил туда-сюда. Да, он... Лови. Давай, лови. Лови. Всё. GG. Так, посмотрим, шоу китайцев есть. Так, и не посмотрели, как пехоту... Параба... Парабатируют, нафиг. Да, но у них даже чуть-чуть какая-то вторичка есть. Вот, но получилось жёстко. Очень жёстко. Тут уже флот китайский вовсю пошёл. Алё. Алё. Ну, у нас быстро смяли, быстро, блин. Какие бяки. Я, короче, считаю апгрейд. Красногвардейцы получают маленькую ядерную боеголовку. Я такой, прикольно. Сейчас затестим. Она жёстко зарешала. Это вообще сносит всё, что не воздух, офигеть. Просто жёстко. Я просто начал спамить эти троповозки. Если бы я не пошёл Хао помогать, я думаю, я мог бы Драга задушить даже теми же повышениями, блин. Вот, возможно, даже... Мне пришлось просто всё на Хао отправлять. Пучин и пятый ранг вообще напал. Да. Просто они столько зарешали, они эти оверлорды мои паладинские просто на раз сносили. Ну, слушай, Драга, по ощущениям, американский флот, он как-то имеет всё-таки преимущество над китайским? Вот так вот, если... Ну, такое. Зато в Филде есть и ценненный самолёт, вообще чёткая тема. А, у меня Фил... У меня Фил слабее, кстати. Да. У меня стандарт чистый, то есть. Не, может быть, я кэшу что-то не узнал? У тебя авианосцы классные. Авианосцы офигеть, он... Очень лютый. Просто долбит. Я тебе говорю, вот этого, то у американца прям вообще не отнять. Ну, смотри, вот есть у нас танковый, допустим, американец, да? А чё вот ему нафиг делать, если, ну, спамят просто... Ну, спамят чё в красногвардейцах ядерных, которые... Чё толк у этого китайского... У этого американского китайца, у которого даже авика нету, но авик бы там, может быть, у него подтащил, но авик... У него не было авика, я к нему попытался, свой флот пригнал, там, в Миссури одну сделал, там Стас уже пожал из, понимаешь, с моря, вот в чём прикол-то есть. И вот там ноуты такие ещё мощные, с ядерными ракетами. У меня там всё ядерное смотрю, просто на каждом персонажа, на каждой юни, там ядерный этот значок ядерный. Ядерные бомбы, да, да, всё, просто ядерное. У тебя ещё и лопа сминировал, мы вообще сминили. У тебя же лопа сминировал. То есть... Ну ладно, давай сейчас по очереди, вот, драк, с твоей впечатлением, сейчас вот этого боя вообще. Ну, интересно такой вот, самолёты прикольные. Флот понравился? Да, прикольный. Ну, у Юс вон круче. Ну, мне твои, блин, эти, надоели подводки нафиг эти дурацкие. Киров классные действуют. Киров, да. Ну, видишь, у флота ПВО, они такие мощные прям. Да, да. Но у меня действовали, вот, были определённые корабли, которые они как эти действовали, как Мстители, только они не лазером тушили. А у них была эта, защита от ракетов. Да, да, я видел. Да, да, защита, то есть, ну, достать, ну, как бы, может быть, хуже, конечно, наземное ПВО, но оно неплохо. А ну Кирова твоя сбивала постепенно. А ты апгрейд на Кирова делал, там же есть апгрейд на броню? Нет, не делал. А если бы ты сделал апгрейд на Кирова, я думаю, вообще было бы его просто не повалить. Ну да, наверное. А у него много хп? У Кирова, если делаешь апгрейд, вот я вот уже вчера играл, он в два раза мощнее броня не становится, то есть, он прям, не очень тяжело убить становится, реально. Ладно, Хауби Бан, твои впечатления. Ну, в общем-то, этот, мне, конечно, бой очень понравился, но наблюдаются в моде, конечно, проблемы с балансом ожидаемые для моды такого качества. Потому что, например, вот тот же генерал сухопутных сил США, вот что он сделает этим, например, ядерным Краснопардецем? У них вот такие вот ядерные бомбы есть. А с США снайперов нету в США? Они расстреляют, а до снайперов-то еще доживи, попробуй. А там так с рангом, что снайперы тоже? Да, третий ранг снайперов. Оу, ну это тяжело. Ну, мне кажется, я считаю, что твоя ошибка была не уйти во флот. Флот на этой карте много решает, потому что с берега ты бы с прибрежной территории мог бы там оббамбливать все это теми же Миссури просто вообще нормально. Там просто уже даже красногорадейцы бегали, я не знал, что с ними делать, потому что рейнджеров отправляю, они их там убивают. Получай, смотри, эти ядерные красногорадейцы, они как эти работают, как токсорибили. Да, да, это их обычный режим. А воздухом попользуюсь. В воздух, но смотри, я сделал там капсану. Скажи, экономики не хватало. Мне не хватало экономики, потому что у танкового генерала США эти команды, они там под две тысячи лет стоят. Офигеть. Или тысяча восемьсот. Ну а тут видишь, то есть, в принципе, давай сделаем вывод, что в принципе танковому генералу США, но не очень выгодно даже воевать на наводных этих картах, потому что там и флот подорожный, наверное, да, будет? Да, флот у него, конечно. Ну вот этот танк у тебя, конечно, имбовый, который еще раз все ракеты отбивал. Это оверлорд, который? Да, у него оверлорд. Это ядерная пушка. Да, он реально хорош. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо, Стас, ты что скажешь? Ну, наверное, мне повезло, я брал самую имбовую нацию, потому что просто ядерный, которому все улучшили, все просто, и при этом не дороже, то есть цены обычные. Ну, я просто, когда увидел этих ростогвардейцев, они, кстати, немного баганные, иногда просто не стреляют, так что приходится, ну, два раза нажимать там, или сначала стоп, а потом опять атаковать, вот. Так что кто будет играть, ребят, на цеметку? Ну, жестко, жестко, да, жестко. Ну, они реально жесткие, просто сносить здание, да, против воздуха только, воздух не мочат. Хорошо, ребят, ну, вот такой получился мини-бой. Я считаю, что самое главное, мы посмотрели, то есть идея моя была, чтобы, ну, флот, конечно, показать, это авианосцы и так далее. Сражение посмотрели, американского, китайского флота, но здесь, мое мнение, вот, авианосцы все-таки перевешивают на американскую сторону, а так китайский флот сопротивляется американскому более-менее можно сопротивляться, если с поддержкой еще воздуха драк это показывал, то оно вообще нормально получается. Но то, что происходило на том фланге, это все-таки больше летсплея был по флоту, то есть я все, что надо вам показал, американского флота, но вот там, да, посмотрели оверлорд, посмотрели, что там танковый американец, там, с опалтрайкой у него работа и так далее, ну и посмотрели, как он быстро огреб, то есть тут, может быть, конечно, где-то баланс не баланс, а может быть, просто мы, ну, еще не изучили до конца этот мод, это тоже не исключается, потому что сейчас найдутся по-любому комментаторы, которые будут писать, да вы, ну, басы, вы там ничего не знаете и так далее, ничего не исключаем, может быть, все. Ну, как по мне, весело все равно поиграли, спасибо вам, ребята, большое за участие в данном ролике, на канале он будет, так что сможете пересмотреть, поугарать от нашего лица тоже, что там происходило, о чем мы говорили, вот, а вы вообще, кстати, между собой переговаривались или вот так, мол, мол, так я там спрашиваю, драк, у тебя все нормально, он говорит, да, у меня все нормально, я тоже все окей. Драк так периодически скупает, только терял, вот, вот, ну, ладно, ребят, все, спасибо вам большое, также, все, и тебе спасибо, что посмотрели, спасибо. Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях, можете пацанам задавать вопросы, я думаю, они, если что, ответят, также, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про группу ВКонтакте и Дискорд канал, ну, а мы с вами не прощаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!